Жила одна супружеская пара, у которой был один маленький сын. Звали его Ваган. Да, довольно-таки редкое имя, но суть не в этом. Ещё до рождения сына отношения у пары были весьма шаткими. Через несколько лет в доме ни дня не стало обходиться без драк между отцом и матерью. Их ссоры становились всё более жаркими, и они постоянно говорили о разводе. В конце концов, ради сына они продолжили жить вместе. Но ссоры между ними стали ещё более ожесточёнными. Когда их сыну исполнилось пять лет, они уже возненавидели друг друга. Однажды ночью, уложив сына спать, пора снова начала ссориться. Отец впал в такую ярость, что убил свою жену. Когда он пришёл в себя и понял, что натворил, он стал прятать тело. Он отнёс труп жены в гараж и положил в багажник. Потом он поехал в горы. Под покровом ночи он взвалил келожины себе на спину и понёс к ближайшему болоту. Он бросил её в зловонные воды и наблюдал, как труп погружается в топкую грязь. Когда наступал рассвет, он вернулся домой и принял душ. Но сколько бы он не тёр себя, он не мог избавиться от ужасного тошнотворного запаха болота. Он проспал несколько часов, а когда проснулся, начал думать, что он скажет, если сын спросит, где мама. Он решил сказать мальчику, что мать переехала от них на какое-то время к своей сестре. Однако, когда сын проснулся, он ни словом не обмолвился о матери. Он лишь смотрел на своего отца, ничего не говоря. Мужчина подумал, что мальчик чувствует запах грязи с болота, где он и похоронил его мать. Он взял освежитель воздуха и стал распылять его по всему дому, надеясь заглушить неприятный запах. От этого ему стало только хуже. Он стал себя плохо чувствовать. Прошло несколько часов. Ваган смотрел телевизор в гостиной. Отец забеспокоился. Каждый раз, когда он заходил в комнату, он видел, как сын смотрит на него с недоумённым выражением на лице. От этого отец ещё больше нервничал. Ему казалось, что у него развилась паранойя. Он стал размышлять. Возможно, мальчик знает, что случилось, подумал он. Может быть... Может быть, Ваган слышал, как он убивает его мать. Если его сын знает, что он натворил, возможно, его тоже следует убить. Отец вошёл в комнату, где его сын всё ещё смотрел телевизор. «Ты не хочешь у меня что-то спросить?» Сказал он. Мальчик задумался. На несколько секунд. А затем ответил. «Да». «Это о твоей матери?» Спросил отец. «Да», сказал мальчик. «Я думаю, тебе интересно, где она?» Сказал отец. «Нет», сказал мальчик. «Мне интересно, почему лицо у мамы такое бледное, белое?» «И почему ты весь день таскаешь её на спине?» Субтитры сделал DimaTorzok